Кто вы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов. КОНЕЦ 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 Василько Осужденный Васильков Геннадий Петрович, 1979 года рождения. Вор? И артисты. Артисты. Нам сейчас нужно присаживаться. Кольцов. Осужденный Кольцов Евгений Дмитриевич, 1970-й. Статья 111-я, часть 4-я. Срок 5 лет. КОНЕЦ 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 Броневик. А что мы выходим по дому суда? Да не понимаете, через голову постучим к вечеру. Под ноги смотри детерям. СТЕЙЛ ОУП! 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 Ух ё! Чё? Да че это у вас тут такое? Филипп теперь до правы прогибается. Решил шоу строить. Ему за гаишник неполной служебной влепили. Ещё одно взыскание, и всё, на гражданку. Да какой же идиот! Ух ё так прикрутил! Немедленно, прикрепите, как положено! Николаев Милевыш! Визуать первого смотреть будете? НА ИТАПе легавой! Хэймен! Вешаемся. Ах, какой красавец, старайтесь! Так, всем приготовиться к генеральной репетиции. Николай Федорович, есть разговор тет-а-тет. Да подожди. Денисов, стрелять только по моей команде. Вот так махну рукой и стреляй. Черт, нашел? Да нет, никто не соглашается. Хоть самому играть. Ты отумаешь? Нет, Николай Федорович, я не буду. Гагарин, ты что делаешь? Тристо человек залезет, не дай бог, кто провалится. Мое дело безопасность. Эх, Гагарин, ты даже не представляешь, что здесь будет. История государства российского. Николай Федорович, у нас, у нас проблема. На этапе менты из Питера. Так что по гаишнику отписать, теперь нового генерала. Ребята! Денисов, да ты что? Ну вы же махнулись. Ой. Осужденные внимания. Развали начальник зоны. Происшествий и нарушений в шестом отряде нет. Дежурная по отряду, осужденный таран. Что читаем? Синека. Моляю глуцилию. А я не знал, что с этим луцилием переписывался. Сегодня новый этап пришел. Там мент из Питера. Ты возьми это дело под свой личный контроль. Мента все равно порвут. А ты сделай так, чтобы не порвали. Радио в ШИЗО проведи. А джакузи с телевизором вам там не пос... Хорошо, согласен. Да, вот еще. Черт-то. Некому играть. Какого еще черта? Пушкина Александр Сергеевич. Сказка про балду, помнишь? Правильно, что не хотят. Чет хуже петуха. Ну, найди там кому-нибудь, кому не жалко. Васильков! Эй, артист! Пахан зовешь! Иду! Вы звали, Виктора Сергеевича? Черт там будешь! За что, Виктор Сергеевич? Быть чертом играет черта разные вещи. Сказку про балду знаешь? А, сыграть что ли надо? Ну, сказка не главное. Во время праздника ты должен... Передать привет? Нет. Позвонить? Не тарахти. С воли подгон будет в общак большой. Под трибуной оставят мешок. В мешке пакет. В пакете денюжки. А, я должен достать? И передать его мне. Понял? Ага. А как я туда попаду? А это твоя забота. Где он? А он то длинный. Вот это? Это будет Ханамити. Дорога цветов по-японски. В древней Японии театральные представления происходили на кладбищах, где были захоронены собураи. Зрители рассаживались по округам, и представление начиналось. Братва, говорят, что я там мент. Я тебе что, жить мешаю? Мешаю еще. Дерьмом шманюсь. А ты не нюхай. По хлипкому деревянному мостику шел актер. Молодой юноша в картонных доспехах шел он туда, где был захоронен самурай. Он подходил, ударял ногой по доскам и издавал воинственный крик. Ха! Хо! Саду на мите! И вот тут происходило самое интересное. Эй, ты, мусор. Мусор у тебя в штанах, понял? Ах ты, сука, легавая! Он крушил своих врагов на право и на лево! Хора! 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 Охренеть! Осужденный Кольцов Евгений Дмитриевич, статья 101. Салейтесь. Ага. Ну так что там за драка у вас получилась? Мы репетировали. Ты особенно-то не скромничай. Говорят, на этой репетиции всех артистов разогнал. Ничего личного, исключительно это, по сценарию праздника. Шаман, сумрак зовет! Свал. Тебе гаишника мало, что ли? Еще один шмур перед праздником ведут войска, и все убрадут в УЗО под молотки. Нам это надо. Да мента все равно на пику посадят. Ты только не посади, с остальными я разберусь. А от трибуны до эстрады мы протягиваем мост. И желательно подвесной. Зачем? Черт у нас куда идет? За оброком. Так. Оброк где? В море. А где у нас море? Ну, в море... На трибуне. Это что, так вот в Японии делают, да? В Японии. Слушай, мы все-таки Пушкина ставим. Ну, зачем нам это вот... Хономити. Да. Трактовка. Ну, да. И поп в кимоно. Очень неожиданное решение. Засем балда Сана к нам в море залез? Зачем? Филиппович, а это что? Японский театр Кибуцу. Как называется, правда? Понятно. Вер. Тихо. Нравится, да? Да, здорово. Пора Витю на каникулы отправлять. Воспитатель устал. Получите свой оброк. Хананамити. Здорово цветов по-японски. Куда он пошел-то? В море. Там мы смотрим. Театральное условие. Хананамити. Театрное условие. Хананамити. Ага! Опа! Не конус. Фильмок. Фильмок. Хлоп-то ты бес. Фильмок. Театрное условие. Режиссерская концерция. Какалин. Слышишь, майор? Да, Иван Рафикевич. Вышкину после отпуска пора на пенсию провожать. Не хочешь его место занять? Вот и сказочек, конец. Артист! Артур, слушай, молодец. Геспонтова, завтра свое шоу покажем. Впечатляет? Молодцы! Братва! Ой, фарсмак! Отстас, крыса! Давай сюда! Тихо! Убил, падлу! В чем дело? Сами крысь жрите! Совсем за людей не принимайте! Я только что снял пробу, все чисто. Ты что, Мерин, моим словам не доверяешь, а? Начальник, ты иди, мы тут сами разберемся. Это кто там голос подал? Ты что думаешь, ты неприкасаемый? Да что с ними базарить? Мощи разоберут! Это основной, кличка Сумрак. Редкий отморозок, его ко мне. А этого не трогать. Кличка Шамар, наш активист. Понял. Не перепутай. Шустрее! Шустрее! Быстро, патриарм! Вить, это не наша война, мы активисты. Разбирай, братва! Вить, падлу! Мы что, клоуном концерте участвуем? Тир кончился, шаман! Спецназ в касках, а у тебя череп голый. Мне тоже возьмёшь? Ирина! Подходи, шустрее! Белокипич начнётся. Самое время с ментом разобраться. Разберёмся. Давай сюда! Заим! 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 Разберну ноги! Руки есть! А ну-ка, каску сними. Урод. Ну и дед партизаном был. Меняемся местами. Серёга! Женька! Серёга! Забрали его! Все на выход! Женька, что? Задел? Почти промазал. Пойдём на воздух. Быстрее, быстрее! Жень, я тебя пока в больничку определю. Спасибо, конечно. Ну кто же меня отпустит? Там это... Серёга, завод тебе. А мы попробуем. Готари, выйди сюда! Вот, вместе переставаясь стоить. Кажется, готов. Живой. Быстро в скорую. Не понял. Какая скорая? В посёлок, в больницу. Какая скорая? Я здесь командую! Завтра утром доктор приедет и отстаёт. Охнет он, пока твой доктор приедет. А мне за него отвечать. Кольцов тоже забираю у него на живое. Пакарин, ты мне ответишь. Ты мне за что ответишь? Ты мне за это ответишь? Куда ты полезешь? Ну и за что тебя? Да, был там один сотрудник с родителями, потерпевший пять тысяч баксов стресс. Представляешь? Ну, мол, есть человек, который знает, кто вашу дочь убил. Ну, нужно заплатить. А деньги получил под корягу. А я его встречаю, говорю, ты что творишь-то? Он говорит, ничего не знаю, деньги не брал. Ну, я ему дал. Вроде не сильно. Ну, вот пять лет дали. Ну, а почему не на спецзону кинули? Ты же мент. Начальник проблем не хотел. Ну, уволил задним числом. А я смотрю, ты здесь. Заков прессуешь, а? Не прессуй, а подавляй буты и беспорядки. Больно? Да. Бежать мне надо отсюда, Серега. Шаман выйдет, я, ну, потом сам объявлюсь, дамся. Ну, пусть там год накинут. Ну, я хоть живой останусь. Думаешь, что-то изменится? Не знаю, нет вариантов. Доктор сегодня не придет. Я не пойму. Ну, от меня это что надо. Главное пойми, уйду один, никто не поверит, что сам. Тебя обкладывать начнут. Подожди, я не понял. Ты хочешь бежать с этим? Да не хочешь, придется. Давай, проходи. Гагарин сказал, тебя на особую зону переводят. По 321 тебе десятка как минимум светит. Я в самоволку ухожу. Серега сказал, поможет, надежный человек. Воевали вместе. Бежать сможешь, если браслет снять? Мне в лагерь уже пора, меня машина ждет. У меня заезд на носу, а в двух отрядах еще нет воспитателей. И в мэрии не чешутся, копейки лишние выделить не могут. Вертись, как знаешь. Вот все приходится своими руками делать. Чем я могу помочь, тетя Зин? Сереж, слушай, дай мне двух-трех бойцов на лето в качестве шефской помощи. Да какие они воспитатели. Потом у нас каждый человек на счету. Минтовские галифе. Да я лучше голым побегу. Голым говоришь? А ну, вали отсюда. Ну, лады. Да ладно, хорошего, мы что? Разбежались. Разбежались, сказал. В калифе не надену. Да не хочешь надевать, не надо. Быстро под брезент. Че такое, Серега? Сказано. Не дергайтесь. Давай, газу. Все, парни, дальше нельзя, мост перекрыть, стация тоже. Давай через реку, там трасса, машину ослабить. Давай, давай. Не понял, не понял. Ты че сидишь? А я плавать не умею. Женька, быстро машину. Че случилось? Этот твой плавать не умеет. Не понял. Не ты. Че? Патрульная машина. Давай под брезент. Давай, жди. Поехали, славя. Вот вы меня втравили. Ну, все. Сейчас я вас пристрою. Грагарин, Грагарин, срочно в штаб. Грагарин, вы не нашлись. Первый, первый, я пчела. Видел его, в шестом квадрате. Вроде как в козерусле. Спасибо, пчела. Отбой. Ты че здесь, погасите? Ну, бери, че дали. Пик, пик. Ворота открывай, начальника лагеря позови. Товарищ начальник лагеря? Сдал. А бабскую зла вывез. Пусти, вот твара пути. Ну что, нашел? Нашел, принимайте. Я сейчас. Выходим, фамилии поменяйте. На что? На пиво, тормоз. Вожатыми будете. Я иду. Товарищи мои из Питера. Серега, спасибо, друг. Работают в милиции. Вот поехали в Чечню пенеры лагеря восстанавливать. Вот на засаду нарвались. Здесь отдыхают, лечатся. В санатории МВД. Ага. От безделия скучно. Сами попросились помочь. Понятно, понятно. Виктор Сергеевич. Ромашкин. Евгений Дмитриевич, убегаю. Зинаида Андреевна, очень приятно. Люди замечательные, опытные. Располагайтесь. Вещички позже подвезу. А то меня в штаб срочно вызывают. Ну, товарищи, пойдемте с прибытием. Здорово, здорово. Ты что? На свесь-то не выходишь, ищут тебя. Аккумулятор сдох. Ага. А в лагерь-то кого привет? Кого-кого? Беглый зэк. Клуб. Столовая. А там вон зона труда и отдыхает. Игорь Андреевна. Завтра заезд. Ну, что еще? Извините, я. Конечно, конечно. Я сейчас. Он что, нарочно нас сюда привез? Хмырит от вас. Крутили, а подключатель, казались. Какие нахрен пионеры? Да тихо ты. Кто нас здесь найдет? Здесь и крыша, и харча, и бабы. Может быть. Вы умеете факс подключать, а? Здрасте. Здрасте. А вы уже работали с детьми? Конечно. В лагере под Питером. У нас же педагогическое образование. Вот мы и подхалтуривали. А у вас где розетка? Вон она, там, внизу. А. У меня институт за плечами. У Виктора Сергеевича. Педучилище. Заочно. Да как же повезло-то. Дети разные, многие из неблагополучных семей, у которых отцы пьют, а у некоторых даже сидят в тюрьме. Представляете? По Межгороду можно позвонить? Через девятку только. Ага. Ну, ваши паспорта. А сгорели документы на войне. Николай, помоги мне. Открой подсобку. Я сейчас. Спасибо. Слушаю вас. Алло. Алло. Паша, я на лыжи встал. Ты где сейчас? По Тихомирскому. Пионерлагерь Юнга. Какая в Юнга? Ты чего? Ты не один? Одному просто тут не справиться, поэтому я с товарищем тоже из милиции. Совет нужен. Ну, я не знаю, но перекантуйся пару недель. А пораньше нельзя? Нет, раньше не могу. У нас тут штукачок завелся. Я разберусь, пришлю помощь. Общак не просадил? В смысле, конечно. Про общее дело я помню всегда. Наставнику звонил по училищу. Советовался, какую методику применить. И что он посоветовал? Классику. Правильно. Ну, это ваша форма. А это панамочки. Ну, а, да, еще без козырочки. Пилотки. А пионеров-то отменили. Да пусть лучше пионерами будут, чем наркоманами. Ну, смотрите, работает. Алло. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Алло. А, это факс пришел. Так, нажимайте на кнопку старт. Вот, пошло. Ой, слушайте. Здесь фотографии какие-то. Ой. Какие-то фотографии. Ой, смотрите. Что-то написано. Я где-то очки оставила. Прочитайте. Разыскиваются преступники. Сумароков и Кольцов. Это какие-то заключенные из тюрьмы сбежали. Ну, ничего. Здесь есть телефочки. Если мы чего узнаем, обязательно сообщим. Помните, когда плотину прорвало? Озеро разлилось. Деревня вообще ушла под воду. А лагерь только чуть-чуть. Поэтому у нас не отряды, а яхты. Да, хорошо тут у вас. Как в Венеции. Спасибо военным. Мостки построили. Помыть их придется вам. Швабры, тряпки возьмете там. Где буй? Какой буй? Надпись есть, а боя нет. Унитазов тоже нет. Так что на ночь ставим ведра. Выносить их придется тоже вам. Вот она, ваша комнатка. Телевизор старенький, но показывает. Правда, один канал. Но, слава Богу, первый. Переодевайтесь. Из-за дела. Ну, с Богом. Все, я пошла дальше. Извините с кострами сегодня ночью. О, а это что еще означает? Западломить семью и детей. Да, круто. Да ты у нас прям генерал-майор какой-то. Наступи, менту на горло, задави козла ногой. Замри. Мой портрет еще, Судан Кали. Если только на задницу. Козлам не сдается наш гордый варяг. Слышь ты, варяг, швабры в руки и палубу драйвит. Да пошел ты. Я тебе не черт. Слышь? Мишлангуй. Для тебя не зона. Не упадет твой авторитет. Да! Ой, уже работаете. Какие молодцы. Я принесла распорядок дня. Прибейте. А поверка где? Какая поверка? Вечерняя. Все ли на месте? У нас в лагере всегда была. Сразу видно, кто сбежал. Слышь, это неплохая идея, да? Прибейте. Ой, совсем забыла. Ужин для персонала в восемь. Ну, все, все. Ну, что ты, ерпенешься? Две недели. Всего-то пятнадцать суток. Для тебя не срок. Сюда! Сюда! Водители! Выстраиваем автобусы по кругу! Слушай, рожу по всей ней сделали. Это страшно, как инфаркт. Сердите и перепугаешь. На свою рожу посмотри. А что ты сегодня зубами скрепишь? У тебя случайно глистов, нет? Нет, только геморрой. Сижу с восемнадцати лет. Лена! Лена! Я здесь. Я хочу тебя познакомить. Это наши новые вожатые из Ленинграда. Они будут на шестом. Принимайте. Все. Идите. Шестой отряд выходим, строимся. Ну, что стоите? Ловите. Давай, стихи. Это что, наши? Это так, мальчики, мальчики, так, спокойно. Распределем по жизни. Стой. Ты кто такой? Я? Джеймс Бондт. Что? Да, ребят, да постройтесь же вы. Леночка, что случилось? Я теперь с вами. У шестого новые вожатые. Смотрите, они не справились. Миленькая, пожалуйста. Ясно. Давай, уводи первый отряд. Да как я их уведу? Раз, два, три, три, четыре, раз, два, А кто шагает дружно в ряд? Да, мы лучше наши в ряд. Смелые, умелые, фокосом загорелые. Глаза сотрешь. А кто шагает дружно в ряд? Да, мы лучше наши в ряд. Ой, ё. Арсений. Я. Иди сюда, кому говорят. Отдень пилотку и не позорь мать. Я свою труппу. А труппу-то что? О детях думай. Право поднять флаг предоставляются нашим вожатым из Ленинграда. Начало нашей лагерной смены объявляю открытым. По итогам заезда лучшая яхта поедет в Ленинград вместе с вожатыми. А вы что, Перловку не любите, Виктор Сергеевич? Не любит. Просто Виктор Сергеевич 15 лет последний только на Перловой диете и сидел. Ой, а что, помогает? Ну, результат на лицо. Ой. Хотите, у меня гречка есть, а? А может, котлетку? Давайте положу, а? Леночка, давай, котлетки. А весла нет. Какого весла? Виктор Сергеевич ложку просит. Вот, пожалуйста. Кушайте на здоровье. Ой, вы там в Чечне так и схудали. Вас что, не кормили? А как там сейчас? Да, шубняк. Чего? Тревожно. А я так и знала. Розетов в рот все. А хотите, я вам гуляш приготовлю, а? Или курочку? Вы чего больше любите? Лучше и то, и другое. Все-таки так хорошо, что вы приехали. Включаки, знаете, как трудно. А Ютуб Сергеевич у нас так любит помогать. Ну, всем помогает. А у нас один физрук. И тот забойный. А хотите лоточки? У меня есть подзапас. Не пью. Мальвина Патроновна. Лучше пива. Пива нет. Здесь дети. Может, грохотульки к чаю? Чего? Это драже, карамель или леденцы Монпансье. Монпансье давно не завозили. Ну, плохо. Ну, а как там в Питере с погодой? Сквозняк. А по ночам это чудовище подплывает к берегу и похищает людей. Илья Федорович, а что у Питера Сергеевича с головой? Ну, пойди у него спроси. Чудовище? Ну, как лохнельское. А днем? Днем оно спит. Но купаться можно только в купальне. И только под нашим присмотром. Виктор Сергеевич, а это вас на войне ранили? Да, враги. А меня Лизой зовут. А в прошлом году, ребята, она утащила одного мальчика. А меня Виктор Сергеевич. Схватил его за ногу и надел. Я попросила придумать что угодно. Лагерь на воде, лишь бы дети не лезли купаться ночью. В общем, ночью в воду ни ногой. Всем ясно? Да. Сбежал, гад. Эй, пацан! Дядя Витя? А вы живы? Вы что это на вас надеты? А нам на зоне сказали, что убили вас. Слышь, Кирюха, дело к тебе. Тебе на выходе сильно шмонают? А еще вывезти надо что-то. Одну вещичку. Сумеешь? 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 А ты что вернулся? Позавтракать забыл? А я смотрю, с формы ты сроднился. Для дела не в том еще и зваляешься. Не зваляешься, а форму мужчине всегда к лицу. Слышь, к лицу, мне к зоне надо. Вещь одну должны вынести. Какой? Общак. Слушай, Витя, я в твои европские дела не полезу. Без него у меня ходу нет, пришьет. Мне мать в больнице. Кроме мне помочь никому. Я тебя как человека прошу. Как вы у меня блатны. Тихо, тихо. Мама, мама. Все на жало сдавите. Мама. Я в тюрьму садился, а матери думал? Да успокойся, нас никто не узнает. Ни о чем. Мы ментовскую форму оденем и все. Не ментовскую. А форму сотрудника внутренних дел. Она у нас одна. Панама, американского матроса. А? Иностранцев не тронут. Давай два часа на линейке. Зачем? Пехом. Я все подготовил. Сейчас на везлах, потом на колеса. Чего? Не прижимайся. Я не прижимаюсь? Не, ну я чувствую, ты коленками трясся. Да, педаль я кручу. Вот и крути педали. Слушай, не нравится? Иди пешком. Не, ну при чем здесь пешком? Ты не прижимайся и все. Дядя, отца! Тяде, Витя? Я... Принес? Сейчас. Давай сюда. Нет. Где общак чепушила? Куда ты? Куда? Стой, стой! Легись. Смотри. Ты клоун, что ты делаешь? Я без общака не уйду. Раза... Чего? Держи ее! Давай! Превога! Давай, скорее! Держись ты! Нашел! Тормози! Стой! Стой! Тяжелый ты, Кольцов. Ну чё, а сколько денег-то? С учетом последнего подгона 65 тысяч 340 долларей США, 17 тысяч 840 фунтов стервингов. Еще один чудак с воли 900 йен подогнал. Рубля не досчитаешься, пришьет. Как бедать. Без вопросов. Да, жестко у вас. Тут гребешь-гребешь всю жизнь. Все за одну зарплату. Фамилия! У меня кофе. Я не знаю. Что было в бидоне? Я не знаю. Я не знаю, что было в бидоне. Молоко там было. До конца жизни в этом бидоне будешь сидеть. Понял меня? Понял, как жизнь? Маш зону с кенгуру не доделали. Эй, Алеш, пона. Шухер, Виктор идет. Что за кипиш подержи? Еще час до подъема. А ну спай, спиногрызы. Кому не доходит через голову, постучим печень. Замерли все. Ложись, ложись. Это прям Макаренко. Я взрослую зону держал, давай. Слушай, ведро надо вынести. Ну вынеси. А мне еще деньги от меда отмывать. Я уже одного носил. Ну еще раз вынеси. Вот вы народ блатный. Когда тебе надо, ты маму родную вспомнил. А я еще вздремну часок. Пойду искупаюсь. Давай, давай, водоплавающий. Евгений Дмитриевич, доброе утро. О, доброе утро, Татьяна Павловна. Покупаться пришли? Да. Я бегать по утрам люблю. А, какой молодец. А Виктор Сергеевич чего не купается? Виктор Сергеевич. А он не умеет плавать. Но бегать тоже любит. А вы местная? Да, из Тихомирска. А. Я в лицее работаю. Это хорошо, что вы с нами, Евгений Дмитриевич. Правда? Да. Я вчера маме звонила. Женщину в тайге убитую нашли. Говорят, это те, которые из колонии сбежали. Представляете? А почему вы думаете, что это они? А кто еще? Ну, не знаю, какие-нибудь другие бандиты. Евгений Дмитриевич. Ну, что еще? Виктор Сергеевич пришли. Как? Я просто хотела его разбудить, а он там лежит. Вот. Чего случилось? Решили, слава богу. Я уж думал, параличи разбил. Ну, чего было орать? Не могла самой нитки порезать? А ты чего? Печень, печень. Это же дети. С ними ласково надо. А ты как с зэками. Ты еще что? А в прошлом году вожатому в постель живую гадюку подбросил. Ну, слава богу, я-то не сработал. Тихо, 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 тихо. Павка, за в прошлом году мочил. Недрогти. Пламяр, все равно я с тобой. Давай, давай, давай. Мы продолжаем следить за ситуацией. Все, блин. Попали. Чего делал выше? Пацанов воспитывать. Мы теперь, похоже, здесь надолго. Шестой отряд! Подъем! Подъем! Мальчишики, бальчиши! Пусти! Ты заходи! Пусти! Тришука подлая! Бальки, позор! Пусти меня! Пусти! Подъем, подъем, ребята. Да! Ну что, Дарем? Ну, не лежите! Ну, спаси ты! Чего ты съелся? Так, ну-ка, быстро убываться. Чё там, хозяйшка насчёт путёвки в Пирала, а? Кто лучший, тот и выиграл. Так вот мы станем лучшим отрядом и поедем в Питер. А с пионерами нас не повержут. Ничего пройдёт и по нашей улице, инкассаторы. На берег! Первый отряд! Быстренько все на берег! Добрый день, Виктор Сергеевич. Добрый. Что читаете? А, ну, вопрос к педагогике. После контузии подзабыл нос, решил в памяти освежить. Да бросьте. Хорошим педагогом поможет стать только практика. Практика и ещё раз практика. А теория эта. Вы же помните три основных правила педагогики. Да? Нет. Личный пример. Конечно же, положительный. Во-вторых, дети должны стать одной командой. А для этого что? Для этого нужно учитывать индивидуальность каждого ребёнка. Потому что они что? Потому что они личности. А в-третьих, помогите, пожалуйста, Витарисе Геевичу. Спинку намажьте. Ага. И в-третьих, и самое главное, сотворить для них такое маленькое чудо. Спасибо. Спасибо. А почему ваши не купаются? Холодно. Да бросьте. Ага. А как же личный пример, а, Виктор Сергеевич, а? Ой. Тебе чего? Резинка лопнула. У вас булавки случайно не найдётся? У Бичкина есть. Тебе Виктора Сергеевича не видел? Видел. Он на пляже с Татьяной Павловной. Какой пляж? А в столовой кто будет дежурить? Не знаю. Не знаю. Кто знает? Резинку в день, а в столовку. Хорошо. Ну что ты делаешь? Ты же сломаешь. Ну давайте, раздевайтесь. Не надо, не надо, не надо, не надо. Ой. У меня там шрам боевой. Да ладно. Во всю спину. Я плавать не умею. Как не умеете? Ну так. Ну давайте, я вас научу. Давайте, давайте. Давайте ложитесь на воду. Здесь нет никого. Не надо. Да не бойтесь. Не надо? Ну что вы? Господи. Работайте руками, ногами. Вот. А кстати, как там мой Арсений? Вы можете с ним построже? Виктор Сергеевич! Вот видите, как все просто. А я всю жизнь мечтала съездить в Питер. Мом, принимайте. Так, девочки. Ну что, поедем. Лучше выиграем путепку. И обязательно поедем. А если мы выиграем? Виктор Сергеевич! Нам еще с вами стенгазету рисовать. Батманы, фломастеры готовы. Зовет. Готовы. Жду. Ну, удачи вам. До свидания. Ничего себе! Виктор Сергеевич, как не по-пионерски получается? Я там стенгазету клею, а тут Татьяну. Пав, ну, я для дела. Хотел узнать, как же Китов воспитывать. Ну, и как интересно. Ну, в принципе, замес вполне реальный. Сначала надо стать авторитетом, затем складить команду, а потом показать фокус. Нормальное воспитание. Значит, стать преступным лидером, организовать группу и совершить разбой? 209-е. Бандитизм чисто у меня. Но главный режим. Подъем в 8, отбой в 9. Это все. Слушай, у меня к тебе вопрос. Личного характера. Ну, задавайте, коллега. Как сейчас? За женщиной ухаживаю. Ну, в смысле, как это делается? Просто я по зонам чалюши 16 лет, сел по малолетке, ну и толком как-то не успел. У тебя что, этого никогда не было, что ли? Не, ну почему? Было там, ну, это все не то. 15 лет это срок. Запал, что ли, никого? Мальвина понравился? Пантелеева, что ли? Понимаю. Ты знаешь, пока ты там сидел, у нас тут революция произошла. Сейчас, видите, звезды, эти стихи все отменили. Сейчас, главное, свободная, открытая любовь. Ну, девок по интернету клеят, ну. У нас сегодня дискотека есть? Замечательно. Заходим. Я пичку наберу на себя. Ты сразу Пантелеевой и прям говори, что хочешь. Прям все, что хочу, да? Смотри, так просто взять и сказать, что я хочу, да? Ну, что ты от нее хочешь? Ой, что я хочу. еще. Еще. Мне еще. Еще раз. Хватит. А теперь себе бери. Пачко. Кто там? Прячь карты. Так, Арсений и компания, почему не в столовой? Мы вообще сюда отдыхать приехали. А остальные пускают Пашу, да? А за остальных мы не отвечаем. Во что режетесь, мужики? В очко, Виктор Сергеевич. Правильнее говорить 21. Может, сыграем? Если выиграю я, сейчас же в столовую. Ну, а если выиграешь, ты? Вы меня на себе в столовую повезете, а? Лады. Поехали. Неужели тебе Питер посмотреть неохота? Был я в вашем Питере. Тихомирск круче. Ну, в Питере зато. Аврора, музеи разные. Там мои красивые. По музеям ходят только. Ботаники, понял? Почему ботаники-то? Очко я выиграл. Катайтесь, подожди. Какие-какие? Сейчас, пингалеты. Карту-то подними, которую сбросил. Очко. Ты на кого батон крошишь? Ты-то знаешь, кто мой отец? Он большой авторитет на зоне. Там, видите, рога побломает. Понял? Ты по-человечески сказать можешь? Не учи ученого, не будь. Нет, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Я тебе что, бык театральный? День, 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 все страны, синие ночи. Мы, пионеры, день и промочи. Близится эра, светлый годов. Речь, пионера. Понял? Не-а. Свистать их наверх. Размещаю тебя, Пантелеев, смотрящим. Разбери отряд названия, выбери старшего. За любой ЧП отвечаешь лично. Все понял? Да. Давай, 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 поживее. Давай, 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 шевелись. А теперь все в столовую. Бегем! Приду, проверю. Круто ты все. Мать просила, чтоб построже. Так отошли от воды. Скажи, а зачем ты пацану эту болтату прогнал? Индивидуальный подход этот иначе не понимает. А с другими по-другому. Слушай, ну если не посадят, поступай на педагогический. Заочно. Так, работаем быстрее. А почему на том столе нету стаканов? На то стол, пол, бить. Виктор Сергеевич. А? Ой, благодарю. Какой же он все-таки молодец. Он нас так, дети, слушается. Воспитание. Мистер Сергеевич. Моим трону. Ты че, Ложкин? А? Вы Евгения Дмитриевича давно знаете? Это че, допрос что ли? Пока нет. То есть пока. Мы с ним воевали вместе. Однополчанин. Значит, вы тоже преступник. А с чего ты взял? Ориентировочка на вашего друга имеется. А вы говорите, что давно его знаете. Держи. Ну как давно на войне, Юр? День за год и нет. Скажи, Юр. А ты где это взял-то? В вожатской. В штанах под раскладушкой. А че ты у нас там делал-то? Обыск. Юр, скажи, ты еще кому-нибудь это показывал? Пока никому. Надо Зинаиде показать. Не надо. Зачем? Кстати, мы всегда успеем. Сперва нужно понять, кто он. Че он нас тут делает. Я сам попробую. Если что, позвоним в милицию. Понял? А знаете, кто вас пришел? А стучать нехорошо. Кончишь плохо. Подниму рубать. Так, парни, курили? Нет, Евгений Дмитриевич. Ну-ка, дыхни. О, ну давай. Приятного аппетита, коллега. Спасибо, и вам того же. Тебе привет от Ложкина. Смышленый парень. Ну и че теперь с этим стукачем делать будем? Замочить его надо. Острях, я серьезно тебя спрашиваю. А представляешь, он нашел бы деньги и образцовый отнес. Она бы здесь артек выстроила. Слушай, ты нагрузи. Скажи, что он перепутал. Че перепутаешь? Ну его же перепутаешь ранее. А твою? Ну что ты, Сергей? Ну? А зачем самцу кенгуру нужна сумка? Жуков, ты плакат видел? Когда я ем, я глухонем. Сядь и ешь. Давай, давай, давай. А разве у самца тоже сумка есть? Витя, они же сумчатые. Слушай, а у тебя, по-моему, дышка есть. И че? Ну, как на нее? Воспитывал. Ну, на коляски катал. Сказки рассказывал. Хорошо. А потом? А потом... Дружков твоих ловил. А че, женат? Жена ушла. И это называется, был на воле. Ну, че, давай. Какая неудобная наша танцует. Ну что, и ты танцуй. Не умею я. Слушай, это просто. Современный танец отражает отношения между мужчиной и женщиной. КОНЕЦ Хотите что-то сказать, Виктор Сергеевич? Да. Что-то я не поняла, не слышу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, че, сказал? Сказал. А она обиделась? А что ты ей сказал? Ты что, дура? Что он сказал-то? Он сказал? Предложил пойти поплавать. А вы что? Евгений Дмитриевич! Что? Вы не хотите прогуляться? Я? Да, да, на озеро! С удовольствием! Ложкин! Ложкин! Юра! Послушай меня! Саверись! Сейчас этот гад Евгений Дмитриевич повел к Татьяне Павловну прогуляться. Он ведь у нас преступник. Более того, он еще насильник. Танцуй, танцуй, пацан! Кто это такой? Насильник. Это такой мужчина, который предлагает женщине руку и сердце без ее согласия. Так что будем брать. Ты сейчас за ним проследишь. Как только увидишь, что он потянул свои руки к ее сердцу, тут же стутишь мне в вожатскую или прям сюда бегом. Я пока здесь. Понял? А что, Виктор Сергеевич, всегда такой мрачный? Вы знаете, контузия она еще никому настроение не поднимала. Он контуженный? Конечно. А он женат? Ой, нет, что вы. Никогда не был. Ему нельзя. Почему это? Он сам так решил. По идеологическим соображениям. А вы замужем? Дмитрий Сергеевич! Что? Умней. Бесятки. Будем брать. Ну-ка, ну-ка, разойди. Надо в милицию звонить. Ну, вы даете, Дмитрий Евгеньевич. Евгений Дмитриевич, извините. Ой, простите. О, а вот и наш контуженный. Пойдем, выйдем на пару слов. Виктор Сергеевич. Спокойно, Татьяна Павловна. Мужчины сами разберутся. Пойдем. Я сейчас. Подождите. Ты что, нарочно меня подставил? Я все сделал, как ты мне верил. Все ей сказал, а она взбрыгнула с тобой. Это как? Да тихо, ты успокойся. Я в шерем только о тебе спрашиваю. Да не надо мне Ложкин сказать, что ты... А где Ложкин? За ним, скорее! Э, Евгений Дмитриевич! Виктор Сергеевич, не надо, пожалуйста! Велится дежурный, Прохоров? Да, это из лагеря Юнка звонят. У нас преступник беглый. Вожатый. Твой вожатый? Мой! Строгий, наверное. Строгий! А звать-то его как? Евгений Дмитриевич! Погоди-ка! А фамилия? Убегаев! Убегаев! Мальчик, ты что в лагере делаешь? Отдыхаю! Ну и отдыхай. О, Ложкин, что ты здесь делаешь? Тебя ж Виктор Сергеевич ищет. Ирина Андреевна, я вон должен... Ну куда ты пропал-то? Сейчас все скажешь, сейчас все расскажешь. Виктор Сергеевич, все нормально, да? Все чудесно. Пойдем, 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 пойдем. Ну и что ты хотела ей рассказать-то? Я в милицию звонила. В милицию? Что там тебе сказали? Они мне не поверили. Юра, иди отдыхай. Иди. Вот так они мне не сказали. А между прочим, я видел, как Евгений Дмитриевич деньги сушил. Стой. Стой, стой, стой. Так и быть, я тебе открою государственную тайну. Только ты не проболтайся. Мы с Евгением Дмитриевичем вовсе не вожатые. А кто? Секретные агенты. И здесь мы не случайно. По заданию Москвы личным президентом России. Дело в том, что здесь, в лесу, скрывается банда фальшимонетчиков, которым нам приказано обезвредить. Деньги – это приманка. Ориентировка – это прикрытие. Ну, вы же сами сказали, что он насильник. Я тебя проверял, надежный ты человек или нет. Я вижу, что надежный. Видишь? Мне точно так, конечно. Теперь веришь? А если они ворвутся в лагерь? Кто? Бандиты. Мы тогда даем сигнал на спутник прилетать в вертолет. Они и сейчас нас из спутника видят. А какой сигнал? Это пароль. Хана-намити, который сопровождается жестами. Хана-намити. Сигнал пытается только в крайнем случае. А теперь спать, агент Ложкин. Силам еще понадобится. Ложкин, ты где был? Хана-намити. Что он несет? Ложкин теперь наш. Пантелеев и Лиза тоже. О, уже есть актив. Завтра сколотим команду. Молотком. Смесь, смесь. Судрица лепим из хлеба после обеда. Поход в лес. Кольцов, она правда про меня спрашивала? Правда. И что? Спрашивала Витя, сколько у тебя ходок. Убили они его, били и никак. И не простое яйцо, а из ружья. Из ружья? Из ружья. Золото. 585-я проба. Ага. А тут, типа, мышка проползала, хвостиком махнул. И опачки. Это какой же должен быть хвостяра у мышки? Золотое. Здорово. Старая, значит, в истерике. Спрашивается, почему? Ну, сами же хотели разбить-то. Ну, а фокусница курица их утешает. Рожу я вам еще одно яйцо. Кто-нибудь может объяснить мне смысл этой сказки? Тогда всем отбой. Давайте, пожелали друг другу спокойной ночи. Все, давайте, все, подняйте, подняйте, подняйте. Спокойной ночи. В ответ. Спокойной ночи. Молодцы. Виктор Сергеевич, а вы верите в чудо еще на нашем озере? Ну, люди просто так болтать не станут. Вот бы его увидеть. Хотя бы издалека. Кольцов, в твою очередь Парашеву носить. Порядочные люди сначала желают доброго утра. Ты нарвал? За какие вопросы на зоне почки опускают? Значит, Аня. Кому? Ну, я милю. А ну, вылетайте из воды. Смотри, прямо из сети едет. Слюны побольше. Арсений, вот. Разминай в руке. Главное, не едешь. Не глотай. Не глотай. Разминай. И еще раз напоминаю всем. Смотрите на дракона. На праздник Нептуна приедут родители. О, Господи. Так, и вот еще. Каждая яхта должна будет подготовить выступление. Потому что разыгрываться будет путевка в Ленинград. Виктор Сергеевич, а почему город Санкт-Петербург, а область ленинградская? Зина Андреевна, отец Жукова тоже приедет? У него отчим. Тем более, я хотел бы поговорить о поведении Костика. Ну, Виктор Сергеевич. Нет, никаких Виктор Сергеевич. Что? Так, и вот еще. По сценарию вы должны быть Нептуном и чертом. Но это на выбор. Я же Нептун. А вы тогда черт. Кто я? Черт, черт. Возьмете в клубе реквизит. Пятачок, копыта и хвост. Да, вот еще. А выучите текст. По бумажке читайте. Хорошо, мы выучим. Ну, мы договорились, да? Хорошо. Все, я пошла дальше. Ты че творишь, мусор? Какой я тебе черт? Какой я тебе мусор? Я тебе сто раз говорил, мы не на зоне. Здесь черт, сказочный персонаж. А петух, птица, символ свободолюбивой Франции. Тихо, все сюда. В лесу всегда можно найти хавчика, продержаться так неделю, а то и месяц. Пока не поймают, не найдут. Вот здесь самое вкуснятие. Деликатес. Держи. Что это? Мед диких пчел. Да ладно. Гнездо брошенное, можно брать. Виктор Сергеевич, откуда вы это знаете? Заблудился как-то. Слава Богу. Нашли. А если там пчелы? Да нет там никого. Вкус меда диких пчел, дети, это вкус свободы. Угощайся. Опа! Пантелеев, что случилось? Ничего. Все, все. Гребаный ты, Винни-Бог. Спасибо вам. Следующий. Откуда я знал, что там пчелы? Ну, откуда? Ну, немножко покусали. Зато мы теперь вон одна команда. Нифига себе покусали. Завтра родительский день. А у нас не дети. Японцы узкоглазые. Предки такой хай по дыму. Японцы, это тема. Все, Кольцов. Мы в Питере. Какая тема? Чего ты мелешь? Японский театр. Хананамити. Там все действие происходит на кладбище. Хорошо, не в морге. Да погоди. Свободный дух, дорога цветов. Хананамити. А сегодня мы им фокус покажем. Поможешь? Ага. Ты уже такой фокус показал? 156-я статья. Такое жестокое обращение с детьми до трех лет. В довесок. К побегу. Витя, опомнись. Ты не вожатый. Ты блатной, Витя. Блатной. Ой, какая теплая вода. А можно нам искупаться? Нельзя завтра. Динария Андреевна, правда, очень теплая. О, как у Мюции, быстро назад. Под вашу личную ответственность, Татьяна Павловна. Хорошо. Шестой отряд. А где Виктор Сергеевич? Где ваши вожаты? Безобразие. Значит так, первыми купается шестой отряд. Строимся, ребята. Татьяна Павловна, а как же чудовище? Какое чудовище? Ну, из озера. Ха, так чудовище же шума боится. Так что, как только оно появится, мы его сразу шуганем. Как мы будем это делать? Громко топать и кричать. Молодцы, тишина строится шестой отряд. Купаемся только по моей команде. Ясно? Раз. Ребята, подождите. Это же я. Выходи от чудовища посмотреть. Эй, выходи ко мне. Ты что, по-моему, не волк получился. Идиот, пасто. Туман. Вы же сами сказали, нужно стать лицей волшебников. Вот я и стал. Татьяна Павловна, давайте руку. Уйдите. Давайте руку, я скажу. Уйдите. Уйдите. Давайте, я говорю. Курели, чуть-то парта не довели. Ну, они сами хотели. Уйдите. 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 Ахвестская. Татьяна Павловна. Ахвеста, зачем вы их повели? Да соображать надо, а? На них же теперь безболи смотреть невозможно. Что мы теперь родителям скажем, а? Какой вы пустые этого педагог? Татьяна Павловна, нормальный педагог. Николай, идите за мной. Вот вам бидон. Чем это не будет? Возьмите, покрасьте его и сделайте, наконец, буй. Нормальный педагог так не разговаривает с детьми. Нет, я понимаю, что детям нужна мужская сила. Но извините меня, не до такой же степени. А я вот в библиотеке книгу взял, там написано было, что... Ребенка ударить можно, унизить нельзя. Кто это сказал, интересно? Такой... Макаренко. Кто? Макаренко. Макаренко? Такой, вот чучка. Заходите, Виктор Сергеевич, зайдите, зайдите. Где вы учились, а? Я... В пединституте, училище, в университете. Сядьте, пожалуйста. Последнее, в университете. Ага. Но не доучился. А какой у вас стаж работы? Три по пять. Пятнадцать лет. А где вы работали? В школе? Да. А что вы там делали? Ну, шил фигурки, лепил бултиком и... Учитель труда это называется. Во. Шестого по десятый класс? Точно. Шестого по десятый класс. Понятно. Виктор Сергеевич, в десятом классе труда нет. Я вам хочу сказать, уважаемый Виктор Сергеевич, что никакой вы не педагог. И у меня большие сомнения, что вы можете работать с детьми. Почему могу? Хватит врать, Ромашкин. Я же про вас все знаю. Ну, признайтесь мне хотя бы, вот на один на один, что вы никакой не педагог. А кто? Честно. Честно. Белый зэк. Нет. Ну, как с вами можно разговаривать серьезно? Ну, почему вам просто не сказать, что я обычный милиционер, что я... Я этого не могу сказать. У меня нет никакого образования. Что я никогда не работала с детьми. Все, я завтра же перед директором вставлю вопрос о том, чтобы вас в лагере не было. И как можно скорее. Будьте любезны. Исправительный срок? Нет. До первого замечания, пожалуйста. Нет. Виктор Сергеевич, пожалуйста, уходите. Аташ, Виктор Сергеевич идет. Это что такое? А ну-ка спать, живо! Спать, я сказал! Сказку. Я уже сто раз про эту курицу рассказывал. Виктор Сергеевич. Ты что не спишь? Она, ну что-то, вообще очень понравилась. Ну, Татьяна Павловна отругала. Странная она какая-то. И чего им женщинам надо? Главное, сперва цветочки мне дарит, а потом наезжает, как на последнюю чушку. Цветы? Ну да. Втихаря на подоконник в вожатской. Это не она. Это я вам цветы подарила. А зачем? Какой же вы глупый. Лиз? Спать! Спать! Слушай, тут такая неприятная история. Чего? Веревочка пропала. Какая, блин, веревочка? На которую ты кровать привязал. Теперь тебя точно пришлют. Если раньше не посадят. А если посадят, все равно пришлют. Да и чертям. Надоело всю жизнь на стрёме. Спокойной ночи. Спокойной. Папа! Мама! Это Вильпус Хогевич, иначе впечатать. Здравствуйте. Ух ты! Папа! 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 Ну, надо закончить институт, туда-сюда. К этому времени, я же для тебя совсем старенький буду. А, Лизин, ну перестань. На родительский день, а ты ревешь. Почему ко мне мама не приехала? Ко всем приехали, а ко мне нет! Тихо-тихо, Милая. Там авария, наверное. Дорогу перекрыли. Может, еще приедет. А где ты в Тихомирске живешь-то? Улица Павлика Мороза 6. Есть! Молодец, Павлика Морозова, далеко? На свет. И главное русское радио с нами, и в нем будет все хорошо. Новый-ка здесь? Здесь. Ну давай, колчанщик, за тебя, Галюсик. Галина Викторовна? Ты кто? Я воспитатель твоей дочери пьяни. Сегодня родительский день, а ты бухай, как корова. А какой сегодня день? Родительский. Значит, сплавила по-тихому дочку в лагерь и забыла, я так понимаю, да? Ты что, в натуре хамишима, доразья, а? Витя, сумурок. Значит, слушай сюда, женщина. Сейчас по-шустрому трезвеешь, покупаешь подарок и едешь со мной к дочке. Все поняла? Да у меня денег нет! На водяру есть и на подарок наберешь. Давай, переодевайся. Коля. Что, Коля? Мать называется. Давай, ты переодевайся. Сейчас, Вить, если б я знал, что родительский день, я бы сам поехал, понимаешь, Вить? Если кому-нибудь стуканешь, что меня видел, я тебе кадык вырву. Все понял? Это честное пианистное. Да падлой буду, Вить, это что? И завязывайте бухать. Я не Минздрав, предупреждать не буду. Приеду, проверю. Лиза! Лиза, я приезжаю. Ко мне мама приехала, мамочка. Ко мне мама приехала. Да что это у тебя? Да это бы сегодня был морскими самурами. Пошли, я тебе покажу мою комнату. Я тут прянички купила. Гримируетесь? Ну-ну. Гримируетесь, гримируетесь. Нет, это уже слишком. Отчим Жукова подъехал. Замечательно, где он? О, он, вы хотели поговорить с ним. Николай Филиппович! Костя, Николай Филиппович! Отличный грим. Долго делали? Нет, восьминут. Все младрено. Сейчас, я его сейчас приведу. Где у вас туалет? Там. Здравствуйте, Николай Филиппович! А с вами хотел поговорить педагог Костя. Он как раз сейчас гримируется. Ну зачем человеку мешать? Нет, 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 вы обязательно, обязательно должны с ним поговорить. Это очень опытный педагог. Виктор Сергеевич! Только что был здесь. Пойду поищу его. Виктор Сергеевич! Виктор Сергеевич! Татьяна Павловна! Татьяна Павловна, вы не видели Виктора Сергеевича? Да не видела я, я за ним не слежу. Товарищ? А почему вы не одеты до сих пор? Да я уже почти готова. Я только где, тебе и Богу права. Что? Как-то неловко сказать. Черти мерещутся. Где? Виктор Сергеевич! Ну-ка, выходите. Вот это и есть наш воспитатель из Ленинграда. Виктор Сергеевич Ромашкин. Это отчим Кости Жукова. Николай Филиппович Вышкин. Здрасте. Очень приятно. Он у нас черта играет в представление. Прямо так из образа и не видит. Не надо, не надо, подождите. Подождите. Ну вы же хотели поговорить о Косте, да? Вот так вы говорите. Вот все расскажите, не скрывая ничего. Давайте. Извините. Дорогие гости, прошу всех на берег. Ветер, встречаем Евсуна. Все сюда. Здравствуй, Евсуна. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Виктор Сергеевич, вы тоже поймите, я ведь не отец мой, а отчим. Ну может быть, вы подскажете, как опытный педагог, а? Точки надо искать. Коти. Общие. Что он, например, любит? Гулять любит. Пора, жняк. То есть, я хотел сказать, такого не бывает. Лучше надо искать. Когда вы вместе куда-нибудь ходили, в театр там или в лес? В прошлом году. Кажется. Ну, вы поймите, Виктор Сергеевич, правда, у нас же там все время ЧП за ЧП. Вот сейчас зэки сбежали, меня из отпуска вызвали. Не надо все на зэков грузить. Сами знаете, как туда люди попадают. Сначала начнет курить, потом, глядишь, выпивший пришел, кореша блатные, драками лисы и суд. И все, поготило, пауха, ба под откос. Испугаете этого черта! И не забывайте, что... Они же еще мелкие. В чудеса верят. Вот и сотворите для него чудо. Хотя бы пустяшное. Глядишь и сойдетесь. Все ваше был, как вы же, свободный человек, е-мое. Да, конечно. А вы... А мне пора воровать русалку. Молодец, Леонидович! Молодец! Хорошо! Ну что, пошли? Ой, Господи, где вы ходите? Протам, понимаете. Да я уже про вас все поняла. Все, наш выход. Скорее! Не тащите меня, я же в маске. Скорее, скорее, скорее. А-а-а! Ты что? Ты что? Атеш, вожатый. Что? Отпустите меня! Тихо! Эй, черт! Эй! А ну-ка отдай мою дочку русалочку! Не отдам! Что, не напугали тебя мои воины-гвардейцы? Мне теперь ничего не страшно! Нет! А-а-а! Все выступили? Нет, еще наш шестой не выступал. Шестой. А-а-а! Выступает шестой отряд! Хан-намит! Хан-намит! Надо говорить «хан-намит!» Дорога цветов по-японски. Хан-намит! Ну, я точно знаю. Хан-намит! 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 А… Хан-намит! 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 Черт, ты куда? Там… Ой! А-а-а-а! Черт испугался! Уплывает! Я так и знала, что он притворялся. А ты говорила, что он плавает. По итогам нашего праздника победил шестой отчет! Мы выиграли! Отчет! Мы победили! Ура! Он поедет в Ленинград! Ура! Вот теперь ура! А почему шестой? Ну, черт же испугался! Молодцы! А теперь вас ждет праздничный обед! Ну что, все еще будете ставить вопрос о его профессиональной непригодности? Нет, пока не буду. Виктор Сергеевич, кому-то надо заранее поехать в Ленинград, забронировать гостиницу, организовать экскурсии. Я решила поручить это вам. Почему? Ну, вы человек надежный. Как вы все это организовали, а? Вот, ну и к тому же вы Ленинградец. Хорошо. Девина Время. А можно мне справку, что я не какой-нибудь там Бородяви с улицы? Конечно, конечно. Вот все думаю. Ну, мы уходим. А кто вместо нас? Порядок этот делал тонко. В общем, Виктор Сергеевич, на следующий год, в лагерь, на весь срок. Шаман, ты что, сбежал? Освободили, да срочно. Галина Викторовна, познакомьтесь, это Шаман. Сидели вместе. Здрасте. Здрасте. Выпить есть? Ни грамма. Избекай, купи. И на зуб чего-нибудь. На зуб возьму, а пить не буду. Сумрак сказал, если развяжу, убьет. И грудину мне пробил. До сих пор саднит. Чего ты гонишь? Какой сумрак? Обыкновенный. Витя. Он у дочки ее, у Лиски, в лагере воспитателем подвязался. Не понял. Детский лагерь здесь, за городом. Недалеко. Там он. Вожатые. Пионерский лагерь Юнга. Он еще шашню крутит с учительницей. Таникой. Без уйцея. Вот это фортель. Мне ствол нужен. Достанешь? Пионерский лагерь. Пионерский лагерь. Пионерский лагерь. Ну, поздравляю вас, Виктор Сергеевич. С победой. Спасибо, Татьяна Павловна. Белый танец. Может, потанцуем? А как же муж? Какой муж? Ну, Арсений сказал, что его отец сидит. Авторитет большой на зоне. Сказал, что выйдет рога, мне пабло мает. Мне просто интересно посмотреть на этого человека. Все это он придумал. Чтобы его не обзывали маменькиным сынком. А на самом деле? Да не знаю я, где его отец. Он бросил нас, когда Арсению было еще три месяца. Ну, все. Допрос окончен. Я вспомнил, как Арсений рассказывал, как вы прям пчелка. Он, наверное, посмеяться хотел. Нет, нет, почему? Посмеяться, посмеяться. Нет, нет, что вы. У меня вообще с ним не очень складывается. Ну, почему? Он мне сказал, нам бы такого папа, как дядя Витя. Да зачем ему нужен такой отец? Ну, просто ребенку нужен отец. Все-таки скажите честно. Вы же никакой не воспитатель. А кто? Я простой милиционер. Если вы пройди хотя бы раз по краешку по ней судьбы. Ну, что, поцеловались хоть? Поздравляю. Дядя Витя стал мужчиной. Здорово, Береш. Здорово. А это кто? А это опарыш. Свой человек. У меня живет. Ствол есть. А что за тема? Это человечек один. Деньги с крыши. Надо вернуть. Так может и я в делюе поучаствую? Волына имеется? Или ты вот с этим собираешься? Устроит? Ага, устроит. Слышь, братва, может я это, пойду? Ну, пойдешь. С нами пойдешь. Когда? Ну чего, долго там? Ну чего? Ну, галстука, я думаю, не надо там. Мешковод, по-моему, или я отвык? Слушай, Джеймс Бонд, ты когда-нибудь костюм уносил? Я? А, ну, ладно. А здорово, да? Да, отлично. Отлично. Надо что, нередку пить и сумку под общак. Ну что, валим? Через кассу. Дети, обедай! Открывайте силы двери, а то повар разъедит! Помогите. Виктор Сергеевич. Что? Виктор Сергеевич, миленький. Если вы не придете, они убьют детей. Кто они? Я не знаю, они вас зовут. Им нужна какая-то вещь, за которой вы следите. Успокойся. И больше никому ни слова. И ни в коем случае не звони в милицию. Все будет хорошо. Татьяна Павловна, нельзя звонить! Что там же дети? Нельзя звонить, Татьяна Павловна! Нельзя им в коем случае! Генна, ты что, с ума сошла? Отдай. Да давайте хотя бы час подождем. Все равно ничего не изменится. Зачем вы вообще пошли в этот лес? Дети хотели ему меду набрать. Не могла их от них отпустить. Я не дам! Да, я говорю. Отстань. Евгений Дмитриевич! Евгений Дмитриевич, сюда! Быстрее! Алло! Нет! Нет, нет. Да прекрати. Евгений Дмитриевич, я говорю. Евгений Дмитриевич, пожалуйста, нельзя в милицию звонить. Ни в коем случае. А что случилось? Там же дети. Ну, а эти позвали Виктора Сергея. Ну, поэтому нужно звонить в милицию. Он сказал, что он сам разберется. Ну, как разберется? У них же оружие. Ну, ну, что вы стоите? Ну, вы же милиционер. Что вы молчите? Слушайте, а может быть, это ваши дружки? Старший опера, полномоченный Кольцов. Убой надел, Питер. Пацаны, Виктор Сергеевич идет. А я думал, кто меня зовет? Здорово, команда. Ага. Что случилось? Общак принес. Так, а что здесь дети делают? Виктор Сергеевич, а они нас не отпускают. Ну-ка, марш в лагерь, у нас обед скоро. Сюда сидеть все! Тихо, тихо. Это не педагогично, парни. Деньги отдай, отпущу. Лады. Да зачем ты сумку бросила? Что за понтой? Мы же не на зоне. Я уже вольный человек. Два капота в обед тебе, вольный человек. Забирай. Что ты из себя? Что им за бунда строишь, а? Ну, хорошо, я отойду. Забирай. Ну-ка, пацан, иди сюда. Не бойся, иди. Иди. Иди, принеси сумку. Давай. Надеюсь, не отдавай им сумку, они тебя убьют. Все будет хорошо, Арсений. Деньги фальшивые, я точно знаю. Чего ты тянешь? Отдай им сумку. Хананомите. Чего? Ну, чего? Ну, давай, пацан. Давай. Не отдам. Хананомите. Я кому сказал, отдай? Хананомите. Ты отдай эту сумку. Нет. Арсений, дядь Витя сказал, отдай сумку. Отдай сумку, дурак! Не отдам я сумку. Хананомите! Отдай сумку, это не ваша сумка. Отдай. Отдай им сумку. Тихо, без нервов. Тихо, тихо, без нервов. Отдай. Где говорят? Шама, спокойно. Шама, не трой пацана. Виктор Сергеевич, пожалуйста, не умирайте, Виктор Сергеевич. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они меня отпустили! Говори, говорят, тебе! Отдай нам, Витя! Здорово, земля. До города не подкинешь? Нет. А что, ждешь, что ли, кого? От тебя волнует. Да нет, просто, если для меня местечко найдется, ты не волнуйся, я денег дам. Слушай, пионер, ты меня дошал. Ой! Давай быстрее! Поднимай. Поехали. Да ничего себе не сделают плохого. Давай, давай. Давай, давай. Скричите меня, пожалуйста. А где Беляш? Пустите! Беляш! 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 Он здесь. Я его не знаю. Я же в машине сидел. Да. Заводи машину. Девушки отдыхают. Я же в машине сидел. Я же в машине сидел. Я же в машине сидел. Президента! Руки положи на машину. Надоело бегать, сам позвонил. Что все это значит? Что и значит? Твоя работа? В багажнике еще один. Видели детей высушу. Сами туда не сядем. Отбросы на себя прием. Понял. К вам едет автозак и сотрудники колонии с начальством. Кольцово мы заберем. Открывай, чушь-чушь! Ну что тут у вас? Да вот, юный друг в полиции. Он сам всех организовал. Ну что, малют. Составишь компанию своему приятелю? На нарах. Я ведь знаю, что без тебя тут не обошлось. На, не забыл, как пользоваться? Идем. Евгений Дмитриевич! Евгений, Евгений Дмитриевич! Как же это так? Че устал? Пошел! Я вызвал вертолет, но было слишком поздно, и они начали стрелять. Ага. Я даже пароль назвал. Хавномите. Так. Это из-за меня его убили. Кого? Юра, кого убили? Виктора Сергеевича. Татьяна. Татьяна, я твой пойду. Я быстро отречай, подожди меня там. Быстро каникулы кончились. Татьяна, ты нас прости. Ладно. Мы с Витькой натворили. Так надо было. Только ты ему напиши. Ведь у него, кроме матери, никого. Ну, ты же знаешь, он сам первый никогда. Его. Давай, 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 иди. И учти, если что с детьми, пойдешь по полной, вожатой. Отпустите его. Он настоящий милиционер. Он милиционер. Я точно знаю. Где же вы раньше-то были? Евгений Дмитриевич, вы же вернетесь? Куша. Кольцов, ну и где подельник твой? Он ушел. Куда он ушел? Он ушел на дороге цветов. От нас еще никто не уходил. Ну, Сергей, пожалуйста, не ради вашего ребенка. Он, виталий, он понял меня. Он, смотрите, он понял. Он, виталий! 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 Здорово, Петрович. Так, на выход по одному. Бегом шевелимся до ходяги. Бегом, быстрее, быстрее. Они понимают, что из головы постучим в печень. Здравствуйте, гражданин Манин. Здорово. Разрешите пройти. Ты что творишь? Хорошо, еще Выска не знает про твои художества. Кольцов, ты что, в ШИЗО зо хотел? Да не, просто серый цвет не люблю. Мароков, тебе письмо. Мне? Тебе, тебе. Тебя не такое пройнаетian? Тебе письмо, тебе письмо. Тебе письмо. Тебе печенье письмо. Тебе печенье вörотятят нас,olen体? Тебе? Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok